И вот я, привычный к тихому шепоту электрических проводов, обретаюсь среди шума леса, где каждый звук – это жизнь, каждый лист – это дыхание природы. Я чувствую, как моя рука, прежде уверенная в каждом движении среди проводов, выключателей, розеток, теперь ищет свой путь среди ветвей и стволов. И каждый раз, когда моя пила входит в древесину, я ощущаю ту же ответственность, что и при соединении проводов, ведь от моего умения зависит жизнь и смерть, порядок и хаос. Мой друг желает видеть меня в новом амплуа, где я, отложив инструменты электрика, взял в руки пилу и стал вальщиком деревьев. Эта смена профессии, хоть и временная, требует не только физической силы, но и особого душевного настроя. Ведь каждое дерево, которое падает под пилой, как и каждый провод, что оживает под напряжением, несет в себе часть жизни, часть природы. В сердце севера, где ветер еще хранит память о древних временах, мой друг обрел уголок земли, дачу, что стало для него пристанищем от мирской суеты. И вот он позвал меня, чтобы вместе расчистить участок от деревьев, которые, словно старые хранители, окружили его владения. Но не просто расчистить. Это слово слишком грубо для того, что мы должны совершить. Это будет акт творения, где каждое дерево, каждый куст, отдавая свое место новым начинаниям, будет уважаем и почтен в последнем своем падении. Мы будем работать с осознанием того, что каждый удар топора или работа с пилой, каждый звук падающего ствола – это эхо в вечности. Последний аккорд в симфонии жизни, что звучало здесь веками. Ломается, да? А, пошло, по-моему. О, пошло. Сейчас. Давай еще это толкнем. Давай. Есть. Клинышек там и остался. Да, да, да. А теперь, как же свалить дерево? Это величественное и непоколебимое, словно страж веков. Пришло время, и его корни должны уступить место новому порядку вещей. Это вы должны понять в первую очередь. Два запила спереди – это словно два вопроса судьбе, два сомнения в сердце, которые мы задаем, прежде чем совершить решающий шаг. Один запил сзади – это ответ, окончательное и необратимое решение, которое определяет направление падения. Каждое дерево, падая, оставляет после себя не только пустоту, но и пространство для нового. Каждый из нас, совершая свой выбор, свой запил в ткани бытия, тоже оставляет что-то в этом мире, след, который будет говорить о нас после всего. Каждый из нас, совершая свой выбор. Технология валки дерева – это не просто метод. Это искусство, требующее понимания и уважения к тому, что было создано на времени. Каждый запил – это не только физическое действие, но и метафора выбора, который мы делаем на пути нашей жизни. Спереди два запила, словно две дороги, которые мы выбираем, не зная, куда они приведут. Один запил сзади – это прошлое, которое мы оставляем за собой, чтобы устремиться в будущее. Поэтому валка дерева становится не просто работой рук, но и работой сердца, где каждый удар топора или звук пилы, расчетливый шаг, каждый взгляд на падающее дерево – это часть нашего внутреннего мира, отражение нашего внутреннего «я». Технология валки – это часть нашего внутреннего «я». Технология валки – это часть нашего внутреннего «я». О! В начале дня нам местный мастер заточил цепи, но они все равно казались тупые, словно усталость души, которая потеряла свою остроту под тяжестью жизненных невзгод. И спилили эти цепи совершенно неохотно. Пошло? Пошло. 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 Продолжение следует... В общем, технология такая. Выпиливаем с одной стороны вот такой кусочек арбуза, запиливаем одну часть ровно, другую наискосок. И сзади сделаем пропил выше вот этой части. Примерно на 5 сантиметров. Но здесь у меня получилось почти вровень. Пропиливаем, оставляем небольшую полосочку дерева и убиваем клин. И после этого получается вот такая красота. Падают ровно параллельно друг к другу. Падают ровно параллельно друг к другу. И вновь, как в бесконечном круговороте судеб, цепи нашего и пилы потребовали заточки. Они словно живые существа в вопилии о помощи, иссякая в своей режущей мощи. Неужели не в этом ли отражение нашей собственной сущности? Мы тоже время от времени нуждаемся в обновлении, в той самой заточке души и ума, чтобы снова остро чувствовать, ясно мыслить и точно действовать. Сколько раз мы, подобно этим цепям, чувствовали себя ослабленными под натиском жизненных испытаний, и сколько раз находился тот, кто подавал нам руку, возвращая нас к прежней силе. Так пусть же цепи будут заточены, и пусть каждый зубец на их острие будет напоминать нам о том, что нет конца без начала, и нет износа без возможности возрождения. И пусть каждый раз, когда мы берем в руки инструмент, мы помним о том, что и наша жизнь требует заботы, и что каждый из нас заслуживает того, чтобы его душа была острой, как новая цепь, готовая к труду и подвигам. Иногда в этом непостижимом мире дерево упорно сопротивляется своему падению, словно человеческая душа, отказывающаяся сдаться перед лицом неизбежного. Не с первого раза она клонится к земле, и в этом упорстве вся его трагическая красота. А зацепилась вон за елку. Аккуратно буду толкать. Да, это такое себе. И вот после многих испытаний и трудностей цепь была заменена. И пила вновь запела свою жестокую, но необходимую песню разрушения. Новая цепь, острая и непоколебимая, напоминает нам о возможности начать все сначала, о возможности исправить ошибки и вновь обрести смысл. Не так ли мы, люди, стремимся к обновлению своего внутреннего мира? Не заменяем ли мы изношенные убеждения на новые, более острые и проницательные? Ведь каждая замена цепи – это символ нашего собственного возрождения, возможности взглянуть на мир другими глазами, с новой точки зрения. Гвоздь в дереве! Прям по гвоздю! И вдруг среди бесконечного стремления к разрушению, которое несет в себе пила, в самом сердце дерева обнаруживается гвоздь. Он нежданный, непрошенный, становится причиной остановки, затупления цепи. Как часто в нашей жизни, стремящейся к цели, внезапно возникают препятствия, скрытые под корой повседневности, которые заставляют нас остановиться и переосмыслить путь. И вот перед лицом неумолимой судьбы дерево стояло непоколебимо, словно отказываясь признать свое поражение перед острием пилы. Оно не падало, как будто в его корнях таилась воля к жизни, сильнее любых усилий человека. Это было похоже на борьбу человеческого духа против неизбежности судьбы, на отчаянное стремление к жизни, вопреки всему. Оно не падает. И каждая ветка, каждый лист, каждый корень кричит о желании жить. Смотреть на это без слез невозможно, ибо в этой борьбе мы видим отражение собственной борьбы, нашего собственного отчаяния и надежды. И в завершении моего ролика хочу напомнить тебе, дорогой зритель, что в городе Сыктывкар, среди его морозов и бескрайних просторов, я занимаюсь электромонтажом для дома и бизнеса. Каждый день я зажигаю свет в жизни людей.